Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков и в данном видео мы продолжаем читать новости из чата Диего Мартина. Как обычно, комментарии от Диего Мартина помечены красным цветом, комментарии и вопросы от других людей синим цветом. Первый комментарий направлен к администрации чата, потому что, как вы знаете, очень многих в этом чате банят. И вот пользователь здесь пишет, что лучше все-таки выполнять свои обещания, а не угрожать, потому что мы имеем дело с ситуацией, где кто-то заработал, а многие нет. И администраторы, то есть вот здесь обращаются к администраторам чата, то есть что неправильно задавать вопросы и просить предоставить хорошую или плохую информацию, какие-то новости. И большинство инвесторов в этом чате, ну можно сказать, благоразумные люди. То есть если человек не спамит, ну скажем, не ведет себя как-то неадекватно, типа за что его банить. И вот Диего высказался тоже на этот счет. Он пишет, я бы хотел, чтобы люди высказывали свое мнение, свои мысли. В этом нет ничего неправильного. Не нужно устраивать охоту на ведьм. То есть вот позиция Диего. И дальше он пишет, я сейчас в Испании нахожусь. Я не в тюрьме, я не в Дубае. Компания продолжает работать. И в это воскресенье они смогут поделиться со мной информацией. То есть это сообщение, оно было написано еще на прошлой неделе. И мы все здесь собрались, чтобы помочь друг другу. И вот человек пишет, что мистер Диего, мы все за вас. Не важно, не важно сколько времени понадобится для восстановления компании. Главное, чтобы компания снова начала работать и работала вечно. Ну как здесь написано, works forever. Вот. И Диего пишет, да, мы этим занимаемся. Следующий вопрос. Компания запустится в сентябре. Ну, что вы думаете? И вот здесь Диего пишет, что я не знаю, появились некоторые проблемы, которые мы не ожидали. И сейчас я не могу сказать более подробно, но есть кое-какие там проблемы, сложности. И его спрашивают, ну, чтобы преодолеть эти проблемы, значит, нужно много времени на это. И он пишет, я не думаю, что слишком много времени понадобится, через несколько дней у меня будет больше информации. Проблемы решим, они работают над этим, и, ну, проблемы на самом деле не очень сложные. И его спрашивают, ну, и сколько времени это займет? Диего отвечает, я не знаю. Я предложил им свою помощь, если им понадобится. И проблема в том, что из-за вот этой проблемы, которая возникла, какое-то препятствие, да, что вся работа встала. И, соответственно, нам нужно, нужно эту проблему решить, чтобы продолжать работу. Проблема в том, что я еще не генеральный директор, еще не CEO. Его тут просят уточнить, это проблема техническая или юридическая. И Диего пишет, больше ничего не могу сказать, извини. Дальше ему пишут, мистер Мартин, вы не были на своей странице на Фейсбуке больше 7 дней, и там очень плохие комментарии, ну, на вашей странице употребляются. Вот, Диего пишет, да, я тут провел кое-какую чистку на моей странице, но всегда есть, всегда есть хейтеры. И я забочусь только о тех людях, которые мне доверяют. Вот человек пишет, а я бы хотел в чате читать только факты, важную информацию и ничего больше. Это не чат.рум. Ну, забавно в чате писать, что это не чат.рум. И Диего пишет, пожалуйста, используй новостной чат. То есть, есть отдельный чат, где никаких бла-бла-бла лишних, а чисто новости. На английском, естественно. И я, в этом чате, я бы хотел, чтобы люди общались как семья. И я знаю, что новости важны, но мы все-таки не роботы, и поэтому в чате можно общаться. Да, мы можем общаться, насколько нам еще ждать, когда мы узнаем какие-то позитивные новости. И Диего отвечает, я уже сказал, следите за новостным каналом, и когда у меня будут новости, я ими поделюсь. Это уже, видимо, в другой день ему вопрос задают. Диего, наверное, у вас будут сегодня какие-то новости. А он отвечает, нет, новостей сегодня нет, мой контакт сегодня не на связи. Мне нужна работа так же, как и всем нужны деньги. Народ, я не знаю, когда компания стартует. И я в подвешенном состоянии сейчас. Я не в квестере, я не инвестор. И они мне сказали, что мне позвонят в первую очередь. Ну, в том плане, что его назначат генеральным директором. Но я должен ждать. Обычно я разговариваю с моим контактом, но сегодня он не на связи. Ему пишут, что мы будем ждать вместе с вами. Он говорит, ну, я тоже жду. У меня нет сейчас работы, я безработный. И нас трое человека, три человека в семье. То есть, я так понимаю, живут на зарплату жены, скорее всего. Жена, наверное, и ребенок. Когда я буду генеральным директором, я всем помогу. Да, остается дождаться, когда ты будешь генеральным директором мистера Диего. И вот ему интересный вопрос задали. А эта компания вам сказала уволиться с предыдущей работы в июне? И Диего отвечает. Они мне сказали, что в августе все будет готово. И поэтому я уволился с моей предыдущей работы. А сейчас они даже не говорят, когда стартуют. Мистер Диего, а кто ваш контакт? Ну, имеется в виду тот, кто должен там, ну, передает информацию. Он говорит, я не могу об этом говорить. Вот человек уже, видимо, на нервах. И он говорит, я не могу уже больше ждать. Я все потеряю, даже мой дом. Если дом, который я купил, если квестра не начнет работать. Ну, наверное, в кредит взял или в ипотеку. Ну, дорогой. Что ж ты так? И вот Диего пишет. Я работаю над тем, чтобы вернуть квестру обратно. Я типа заноза. Заноза в пятой точке у компании. Ну, хотя... Хотя мне интересно, какая ты там заноза. Если, например, товарищ, тот контакт, с которым ты созваниваешься, надумает сменить номер телефона, чтобы ты его не доставал. Или просто не будет брать трубку. Вот что ты, Диего, сделаешь? Ну, вот. Ты звонишь, а он не берет трубку. Ну, ну что? Как ты на них повлияешь? Я заноза. И вот Диего пишет. Я знаю, что они откроются. Если бы они не хотели открыться, они бы растворились уже долгое время назад. Ну, типа исчезли. Но, Диего, история предыдущих проектов показывает, что иногда некоторые там компании по нескольку лет может сайт висеть и циферки там какие-то рисоваться. Ну, вот совсем недавно, например, перестал работать сайт компании Kairos, если ты не в курсе про такую компанию. То есть скам произошел уже года два, а может быть и больше назад, а сайт все это время работал, и кабинеты вроде бы были у партнеров. А окончательно он перестал работать вот недавно, там пару лет спустя. Так что это, ну, бесполезно рассуждать. Типа, если бы хотели закрыться, закрылись бы сразу. Ну, посмотрим. Так, кое-кто мне сказал сделать свою компанию, а я сказал нет, потому что я работаю для всех вас. Ну, да, логично. Люди же ждут своей бабки, которые где-то там на счетах. На счетах, а счетами владеет мистер Рабала, а у него сердечком плохо. И вот ему вопрос задают. Вы им верите так же, как мы вам верим? И Диего пишет. Я верю. Если бы я не верил, то мой контакт заблокировал бы меня уже долгое время назад. Я здесь. Я пишу практически все время. Да, ты у нас, Диего, писатель. В чате постоянно пишешь. А вот инвестор, похоже, уже дошел до точки кипения. Кипение. Его даже не заблокировали, что интересно. Он пишет, что, а я думаю, что game is over. То есть, типа, все кончено. И я думаю, что они просто делают отвлекающий маневр. Что слишком много времени прошло, Диего. И мы, ну, мы на самом деле устали уже ждать. И Диего пишет. Я знаю, но мы должны верить. Мы ничего не теряем. Ну, как же, Диего, ничего не теряем? Если старта, рестарта не будет, то, по сути, инвесторы теряют все. А хуже того, мистер Диего. Благодаря твоим обещалкам, те люди, которые поверили в твои обещалки, они все это время продолжали приглашать новых инвесторов. То есть, мало того, что тысячи инвесторов, сотни тысяч, потеряли деньги в семнадцатом году, благодаря тому, что ты появился тут такой рыцарь в сверкающих доспехах и наобещал стрекороба, да, то куча людей потеряет еще и в восемнадцатом году благодетель. Поэтому то, что ты говоришь, мы ничего не теряем, еще как теряем. И тысячи людей теряют. Следующий вопрос. Разговариваешь ли ты, разговариваете ли вы с мистером Рабало? Да, я разговариваю, делюсь информацией с Антонина. И он хочет запустить компанию снова. Да, слушай, вы и Диего хочет запустить, и мистер Рабало хочет запустить. Причем у Рабало есть доступ к счету, и денежки там есть, но вот что-то никак не запускается. Ну, вот бывает так. Вопрос. А как компания может работать без генерального директора? А Диего отвечает. Потому что пока еще идет реструктуризация, реорганизация. То есть, типа вот, директора еще некуда назначать, видимо, компания в процессе. Дальше. Диего, ты устал, и мы на самом деле очень благодарны тебе, но ты должен нас тоже понять. Диего пишет. А я полностью понимаю, но я с ними поддерживаю контакт, разговариваю дважды в неделю. Мистер Диего, а есть какая-то приблизительная дата старта для компании? Например, в сентябре или в октябре? Он пишет, нет, нет никакой даты, и они не хотят совершать ошибки, которые совершали в прошлом. Ну, видимо, когда они назвали, что в августе все будет, а в августе ничего не получилось. И вот уже боятся какие-то сроки называть. Не то, что дату уже даже месяца не хотят называть. Следующий вопрос. А кто управляет инвестициями компаниями? Компании откуда у нас берутся еженедельные прибыли? А вот Диего интересный ответ дает, что люди, которые инвестируют и зарабатывают больше денег для нас, они работают в разных странах и продолжают работать. Ну, то есть это те самые, наверное, волшебные трейдеры. Вот просто усиленно работают. В разных странах они находятся. Вот человек пишет. Вот, ну, если серьезно, как мы можем целый день размышлять и пытаться понять, запустится компания или нет? Я даже не уверен, эти компании, я вот это не понял. Have a face or not? Что за face? Лицо. These companies have a face or not? Кто понял, напишите в комментариях, как вы поняли. Я не понял, что он хотел сказать. То есть, руководитель или что? Что за face? И даже те ответы, которые мы получаем здесь, они не очень многообещающие ответы. Я так понимаю, Диего, когда Диего тут что-то пишет, потому что в последнее время Диего сам-то толком ничего не знает. И последнее предложение такое интересное, что сложно оставаться позитивным в негативной атмосфере. А Диего пишет, да, а я могу. То есть, а я могу оставаться позитивным, потому что я их знаю. О! То есть, Диего знает вот этих товарищей, китайцев, что ли, он там знает. И типа, вот он им верит, что все будет окей. Следующий комментарий. Их ошибка в том, что они не общаются с инвесторами. Благодаря нам, инвесторам, компания стала тем, чем она стала. А нам ничего не сообщают. И, короче, одна тишина только. И Диего пишет, да, я прошу прощения за это, извиняюсь. Дальше. Мы ждем официальных новостей. Диего, я просил несколько раз разместить какие-то новости в кабинетах. Ну, я так понимаю, безуспешно. Потому что новостей так и не появилось. Следующий вопрос. Можете ли вы встретиться с Абакумовым? И он, Диего, пишет. Сейчас все контакты происходят по телефону. Потому что мы находимся в разных странах. Следующий вопрос. Здравствуйте, Диего. Сентябрь будет нашим месяцем? Диего. Я надеюсь, но я не знаю. Вот так. Дальше. Вот этот вопрос тоже я не очень понял. Ну, как вы платите за компанию? Они уже собрали все деньги. Вот не очень понятно. Do you pay? Это вопрос к кому? К Диего. Как вы платите за компанию? Или имеется в виду вопрос к компании Asia Trade, которая Квестер купила? Не очень понятно. They already collected all the money. А вот Диего отвечает. Последний раз, когда я покупал Квестеру, я был владельцем и все работало хорошо. Вот так вот. Диего был владельцем Квестеры, оказывается. Не просто наемным работником, а владельцем. Дальше. Следующий вопрос. Сейчас невозможно приобрести долларовый портфель. И как я могу сделать реинвесты, когда обмен не работает? Диего отвечает. Не знаю. Следующий вопрос. В 2012 году платежи компании были закрыты на один год. И вот этот процесс похож на 2012 год. Ну, мне непонятно, откуда взялась эта дата вообще 2012. Простой пример. Люди, которые верят, что компания Квестера или Агам работали в 2012 году. Пожалуйста, попробуйте найти видеоролик на YouTube на тему компании Квестера или компании Агам. 2012 года. Найдите хоть один ролик, хоть одну презентацию. Вот любой ролик. Я что-то сомневаюсь, что вы найдете. Если найдете, пришлите мне. Я бы с интересом взглянул. Потому что первые ролики по Квестере, ну, насколько я знаю, насколько я видел, опубликованы только в 2015 году. То есть вся информация стала появляться в 2015 году и не раньше. А вот Диего отвечает, реструктуризация происходит с большими изменениями для людей, которые работают внутри компании, я так понимаю. Мы хотим все улучшить. Вот такие новости на сегодняшний день. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Продолжение следует...